Добро пожаловать обратно в ужасы. Сегодня я собираюсь рассказать о фильме сказки о необычном прямом эфире, выпущенном в 2020 году. Агаки работает в медиакомпании, и его боссы часто перегружают его работой. Однажды он возвращается в офис со своим коллегой после долгого съемочного дня. Позвонив своему боссу, его просят завершить исследование для следующего собеседования. Он неохотно входит в офис, хотя все, что он хочет сделать, это вернуться домой. Агаки скоро становится скучно, и он начинает вести прямую трансляцию на потоковом веб-сайте. Он всегда хотел быть влиятельным человеком в социальных сетях, но пока не добился успеха. После начала прямой трансляции он приветствует свою аудиторию, хотя там только один участник. Агаки считает, что поскольку он работает на телевизионной станции, люди найдут трансляцию интересной. Он рассказывает о своем опыте работы помощником режиссера в шоу о еде. Однако, это почти так, как если бы он разговаривал сам с собой, потому что количество зрителей не увеличивается. Желая сделать что-то нестандартное, он съедает остатки еды своих коллег-женщин. Тем не менее, он получает всего 10 просмотров и 0 лайков. Внезапно зритель комментирует, что он знает способ увеличить количество зрителей в любом прямом эфире. После комментария он отправляет ссылку на окно чата. Агаки не особо задумывается об этом, прежде чем перейти по ссылке, но это может быть самой большой ошибкой в его жизни. Сразу после нажатия на него его экран начинает глючить. Он пытается нажать несколько кнопок, но ничто не заставляет его вернуться в нормальное состояние. Затем в потоке воспроизводится видео с парковки здания. Хотя Агаки находится в офисе, он в шоке смотрит свою собственную прямую трансляцию, пытаясь закрыть ее. Анонимный человек идет по коридорам и входит в здание. Когда он пытается войти в лифт, охранник останавливает его. Мужчина достает нож и закалывает охранника до смерти. Агаки в ужасе отступает от своего компьютера. Количество зрителей быстро увеличивается после убийства. Большинство из них думают, что это розыгрыш, и просят Агаки прекратить прямой эфир. С точки зрения зрителей, Агаки, похоже, убил охранника, потому что это была его мечта. Убийца сейчас садится в лифт и поднимается на верхние этажи. Агаки делает все возможное, чтобы закрыть поток, но ничего не работает. Он пишет, что трансляция закончилась в чате, чтобы попытаться отправить всех подальше, но никто из зрителей не уходит. Теперь убийца идет по коридорам туда, где находится Агаки. Он понимает это и начинает паниковать. Прямо перед тем, как убийца входит, он прячется под столом и смотрит трансляцию на своем телефоне. Убийца подходит ближе и смотрит на стол Агаки, но, к счастью, не находит его. Затем он возвращается в коридор, когда вдруг кто-то замечает, что помощник режиссера прячется под столом. Убийца смотрит в окно и видит Агаки, прячущегося в углу. Агаки тоже замечает, что убийца видел его и бежит, спасая свою жизнь. Он нетерпеливо ждет лифта, надеясь, что этот человек его не найдет. Но, посмотрев на ручей, он замечает, что убийца идет к нему. Затем Агаки бросается вниз по лестнице и оказывается этажом ниже. Он бежит в ванную и прячется в кабинке. Там, в потоке, убийца, кажется, идет по коридору. Он собирается пройти мимо туалета, не проверив его, но кто-то в окне чата говорит ему, что Агай, возможно, прячется в одной из кабинок. Агаки паникует, но у него нет возможности убежать. Убийца стучит в двери и обнаруживает, что одна из них заперта. Когда он открывает ее, Агаки задерживает дыхание, зная, что его смерть близка. Но, к его счастью, оказалось, что убийца стучал в другую кабинку, в которой находился его коллега, мистер Иянг. Убийца перерезает горло мистеру Ионгу и убивает его. После этого он выходит на улицу и продолжает искать свою главную цель. Агаки тоже выбегает на улицу и прячется в коридорах, пытаясь придумать, что ему делать дальше. Только тогда он вспоминает, что у мистера Анона есть ключи от машины их компании, которую он припарковал на стоянке раньше. Он бежит обратно в ванную и извиняется перед мистером Аноном, прежде чем вынуть ключ из кармана. Когда он выходит на улицу и проверяет прямую трансляцию, он натыкается на ужасающее зрелище. Убийца прямо за ним, снимает его. В этот самый момент Агаки бежит к лифту, а убийца следует за ним. К настоящему времени прямая трансляция превысила 200 просмотров и 200 лайков. Люди в комментариях все еще думают об этом как о розыгрыше и даже помогают убийце найти Агай. Они наводняют чат-бокс, прося убийцу покончить с жизнью Агай раз и навсегда. Внезапно Агаки падает лицом вниз и повреждает лодыжку. Он всего в нескольких секундах от входа в лифт, поэтому он не сдается. Когда убийца догоняет его, он хромает к лифту и закрывает дверь всего за несколько секунд до того, как его поймают. Нож убийцы тоже потерян при попытке войти, Агаки падает на пол, пытаясь отдышаться. Добравшись до стоянки, он быстро садится в машину, запирает ее и вздыхает с облегчением. Он в последний раз проверяет прямую трансляцию и снова удивляется. Убийца прямо снаружи, его камера направлена прямо на Агаки. Он сразу же пытается завести машину, но это не работает, так как расстроенный Агаки кричит, чтобы она завелась. Убийца идет к огнетушителю, чтобы с его помощью разбить окно и вломиться в его машину. Он поднимает его и находится в нескольких секундах от удара в окно, когда внезапно зритель комментирует, что ему действительно нужно позвонить в полицию. Комментарий заставляет убийцу остановиться. Агаки, который готовился к удару, сбит с толку и не знает, что делать. Убийца разворачивается и заканчивает живое шоу. При более чем 5000 просмотров и 1000 лайков, Агаки огромное облегчение, видя, что все закончилось. Когда он отрывает взгляд от своего телефона. Охранник и мистер Анион, которые должны быть мертвы, стоят перед машиной. Агаки смеется над абсурдностью ситуации и утверждает, что знал, что это была шутка, так как они работают в медиакомпании. Он считает, что они снимали реалити-шоу розыгрышей. Но потом он снова смотрит на свой телефон и замечает, что прямая трансляция снова началась. Тот же самый человек, который ранее говорил о вызове полиции, теперь говорит, что ему любопытно, что будет дальше. После комментария многие зрители требуют посмотреть финал, несмотря ни на что. Агаки просит их остановиться по телефону, но безрезультатно. Мистер Анион начинает подводить Агая по телефону, продолжая прямую трансляцию по просьбе зрителя, Агаки расстраивается еще больше на вторым. Он признает, что был дураком, но умоляет мистера и Янга прекратить трансляцию. Однако, мужчина улыбается своим страданиям и не прекращает снимать. Посмотрев трансляцию, Агаки видит, что убийца из прошлого каким-то образом проник на заднее сидение его машины и собирается ударить его ножом. Он медленно поворачивается и встречается лицом к лицу со своей смертью. Поле для комментариев заполнено людьми, которые просят этого человека убить его. Количество зрителей превысило 8 тысяч и быстро растет. Агаки умоляет сохранить ему жизнь, когда человек приближается к нему с ножом. Как раз тогда количество зрителей достигает 10 тысяч. Убийца останавливается и утверждает, что это была веселая поездка. Зрители, которые просили убийцу убить Агаки, теперь поздравляют его с достижением рубежа в 10.00 зрителей. В следующей сцене мы видим убийцу перед ноутбуком Агаки, счастливого, что он наконец смог ему помочь. Он наконец-то заканчивает живое шоу. Это все было из видео. Я надеюсь, тебе понравилось. Подпишись на больше контента подобного этому и нажми кнопку «Мне нравится», чтобы помочь нам. Также оставь комментарий, если хочешь, чтобы мы повторили твой любимый фильм. До следующего раза. Береги себя. Продолжение следует...